Город засыпает, а работа по очистке улиц не прекращается. Этой ночью самарские дороги очищали от снега 120 машин. Ближе к утру техника объем будет увеличен, потому что к началу движения людей на работу нужно провести финишную зачистку, расчистить тротуары, обработать все, чтобы город был готов к утру к движению транспорта. Город закупил новую технику, малогабаритную, которая позволяет убирать тротуары. После упадения снега тротуары метутся, подметаются и обрабатываются антиголоваленными реагентами. Больше 20 мм снега за несколько дней – не критическая масса. Коммунальщики к зиме были готовы. Уборку улиц осложняют припаркованные у обочин машины. Иногда особо лихие водители пытаются вклиниться в колонну снегоуборочной техники. Чтобы этого не произошло, автопоезд из спецмашин сопровождает патруль ГИБДД. Большинство водителей отмечают, в этом году движению на дорогах внезапный снегопад не помешал. Ну, снег всегда выпадает внезапно, на голову падает, да? Но ведь, смотрите, всего прошло второй день, и снег чистят. Дороги вообще стали хорошими, ухоженные, обихоженные, чистые, приятно ездить. А рано утром началась уборка дворов и придомовых территорий. В снегопад дворники выходят на очистку снега в 4 утра. Скалывают налить, тротуары посыпают специальными составами. Песка и соли здесь нет. Все-таки исторический центр города. Дворы старые, жилфонд очень старый. Дворы все узкие, доисторические, дореволюционные постройки. И, естественно, туда не в каждый двор загунишь технику. Приходится работать вручную. Основной, 90% работы – это ручной труд дворников. Как и на больших улицах, во дворах чистки снега мешают машины. Многие жильцы не отгоняют их даже после объявлений о предстоящей уборке. Коммунальщики снова и снова просят жителей быть более сознательными и не осложнять работу дворникам и спецтехнике. В целом, первый большой снегопад для Самары не стал шоком. Муниципальные предприятия готовятся к зиме заблаговременно. Закупают инвентарь, зимнюю спецодежду для дворников проводят техосмотр машин. Эта работа на сегодняшний день для нас не явилась неожиданностью. Мы начали работать 30-го числа. Олеся Корецкая, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Станислав Левин. События.